Как производится добавление подписчиков? Все подписчики на сайте хранятся в подписных листах. Для начала нам нужно создать подписной лист. Перейдем в раздел «Подписные листы». Здесь у нас представлены все ранее созданные листы. Нажмем кнопку «Создать лист». В открытшемся окне мы можем ввести название будущего листа. И в него мы можем добавить подписчиков двумя разными способами. Если подписчиков не очень много, мы можем добавить их вручную. Либо в противном случае импортировать их из файла. Давайте рассмотрим оба способа. Первый способ. Нажимаем вкладочку «Добавить подписчиков». Мы видим здесь список полей. Электронная почта является у нас здесь обязательным полем, остальные необязательные поля. Их мы можем добавлять или удалять. Давайте удалим поле. Давайте добавим новое дополнительное поле. Итак, давайте добавим подписчиков. Введем email. И какое-нибудь дополнительное поле, например. Нажмем кнопку «Добавить подписчикам». Добавленный подписчик автоматически становится неверифицированным пользователем списки. Когда мы подводим мышку, видим подсказку «Email неверифицирован». Все неверифицированные имейлы списки показаны синим цветом. Чтобы отправлять рассылки, мы можем это делать только для верифицированных имейлов. Подробнее по процедуре верификации можно узнать, перейдя по следующей ссылке. Процедура верификации. Рассмотрим вариант добавления подписчиков с помощью импорта из файла. Нажмем вкладку «Импортировать». Здесь мы можем прочитать некоторую информацию об импорте. О том, что число колонок не может превышать 15 штук. О допустимых форматах и кодировках. И о продолжительности импорта. Если первая строка у нас является заколовком, мы поставим здесь галочку, чтобы не импортировать ее. Выберем файл для импорта. Обычно на сервисах рассылок типа «Смотри спонтер» или «Джаст клика» вы можете экспортировать свои листы в CSV формат. Именно он используется для импорта на нашем сайте. Выберем наш файлик. Давайте откроем его, чтобы посмотреть содержимое. Вот, давайте предпросмотром взглянем. Здесь у нас 5 имейлов. Скорее всего там не больше их. Да, 5 имейлов. Нажмем кнопку «Импортировать». Далее у нас появляется такой интерфейсик, в котором мы должны расставить поля, соответствующие колонкам. Обязательно мы должны указать поле «Имейл», иначе импорт у нас не произойдет. Если у нас нет нужного нам поля в списке, мы можем его здесь же добавить. Щелкнув по карандашику, введя название нового поля. Год 6, например. Собственно, теперь у нас появилось новое поле, мы тоже можем его выбирать. В данном случае я не хочу учитывать это поле и выберу пункт «Не учитывать». В этом случае она просто пропустится при импорте. Я расставил все необходимые поля, у меня их всего два. Нажимаю кнопку «Импортировать». «Импорт» начал выполняться. Когда импорт начал выполняться, мы можем либо отменить его, либо свободно перемещаться по сайту. Ничего у нас не произойдет. Единственное что, мы не можем выполнять других операций с листом, в который выполняется импорт. Давайте посмотрим на другие листы, которые у меня есть. Как вы видите, CSV-файл, который я загружаю, я выгрузил именно из других листов, через кнопочку «Экспорт». В данном случае у меня есть имейл вот такой. Он неправильный. И есть имейл, который отписан сейчас. Он отписался от моей рассылки. Эти имейлы не добавятся в другие листы при добавлении руками, при добавлении через импорт. Потому что если пользователь отписался от ваших рассылок, в другой список, даже в новый, он уже не сможет добавиться. Давайте попробуем добавить имейл, который отписался уже от моей рассылки в другом листе. Нажимаем «Добавить подписчика». Получаем уведомление, что подписчик отписался от моих рассылок. Давайте перейдем в лист, в котором у нас выполняется импорт. Как мы видим, количество записей у меня уже увеличилось в листе. Процент импорта взвинулся. На самом деле, примерно столько же времени будет выполняться импорт с файлом в несколько тысяч строк. Дождемся завершения его. Так, импорт завершен. Здесь мы видим небольшую статистику. Закроем ее. И, как мы видим, два имейла мы не могли импортировать. Один из них отписался, один из них неверный. И всего у нас импортировалось в лист три имейла. Ну, один из нас уже был добавлен и два новых. Все они не верифицированы. Чтобы их верифицировать, можете посмотреть, как это сделать на странице процедуры верификации. После того, как вы верифицируете их, вы можете совершать по ним отправки.